Новое видео выходит каждый день в 20.00 Скажешь про меня что-то плохое, и я в ту же секунду отпишусь. Но вы знаете, давайте начнём немного поподробнее, потому что я уж так сразу, сходу начал вам об этом рассказывать, однако нет. В данном видеоролике я бы хотел поговорить о лицемере самп-ютуберов по отношению ко мне. Ко мне это было неоднократно, как минимум раза два я это точно видел, а сколько конкретно раз я не знаю. Однако сегодня я приведу вам такие примеры, на примере Вентуры и Дэннера. В общем, давайте начнём. Вентура вообще вы знаете, то есть он смотрел мои ролики, ещё наверное начиная с Данила Геррера, на основном канале, на втором канале он меня наверное ничего не смотрел. Вообще вся эта ситуация произошла достаточно недавно, а возможно даже давно. В общем, второго канала тогда ещё даже и в помине не было. Вентура подписался на меня, наверное, после многочисленных роликов про Данила Герреру и продолжал быть подписанным на меня, даже после того, как выходили самп-обзоры. Естественно, никаких комментариев под самп-обзорами или под какими-то другими роликами он, насколько я помню, не оставлял. Либо оставлял, но я его не видел, потому что он абсолютно неприметливый ютубер. Что был тогда, что есть сейчас? Вообще, кто такой по сути Вентура? Вот я не знаю. Вот что вы вот так вот понимаете? Или что вы представляете? Какая ассоциация у вас идёт, когда вы слышите вот это вот имя Вентуры? Лично у меня идёт ассоциация только с Эйсом Вентуры. Потому что Вентура не представляет из себя какую-то личность, выдающуюся на ютубе. Он представляет из себя просто вот эти вот видеолупы там с GTA с самп-ютуберами и всё. То есть, его канал это не более чем зарабатывание денег и паразитирование на уже популярных людях, вот путём приклеивания их там лиц на вот видеоролики. Ну, ладно, я о нём уже когда-то там давно рассказывал, видеоролики Вентуры, извинись, на основном канале. Если вы, мало ли, не видите, то не видели, то можете посмотреть. Вы знаете, когда-то достаточно недавно, ну вот ещё когда второй канал даже в помине не был, у меня был стрим. Стримил я тогда на ютубе, вы знаете, проходил тесты на IQ и всякое там разное. У меня, по-моему, 97. Да, по-моему, у меня 97 IQ, вот. Ну, давно не проверял, возможно, сейчас уже больше, возможно, меньше. Это не так уж и важно. И захотел вот так вот, так сказать, порейдить, посмотреть вообще, какие самперы стримят. И тут в рекомендациях у меня появился Вентура. А я решил зайти, сказать привет там. И решил попросить его, чтобы он извинился за тот контент, который он делает. Вот. Он, значит, увидел меня в чате и такой, А, Дан Семён, это же тот человек, которому не нравится мой контент. И я такой, ну да, мне, в принципе, не нравится. Хотя, вот точно такой формулировки я не говорил. Возможно, ему кто-то из ютуберов, с которыми я переписывал, слил переписку или наподобие того. Я уже не помню, как это и что было. Да и это не имеет особого смысла для нашего дальнейшего дела. В общем, я хочу просто сказать, что Вентура полнейший хуесос. Дурачок, который построил себе карьеру просто на том, что приклеил, блять, лица самп-ютуберов на какие-то фильмы. И, блять, и на него подписывались люди. Абсолютно бесполезнейший, блять, нудный контент. Я не знаю, кто может её... Если вы смотрите Вентуру, значит, вы долбоёб. Блять, вот просто невозможно. То есть, я рофлил, я максимально рофлил на том стриме. Я, по-моему, даже вот где-то во Вконтакте у меня в видеозаписях есть видеозапись того вот полного стрима. Я максимально рофлил, я смеялся, блять. Однако Вентура принял всё это близко к сердцу. Господи, блять, Вентура, он не сказать, что тупой, потому что я с ним общался максимально мало. Но вот потому, как он не выкупил рофлы... Блять, я, наверное, самый постсореничный сампер, блять, во всей нахуй галактике. Когда ебучие, те самперы задвигают какие-то серьёзные телеги, когда пытаются меня, блять, возможно, разоблачить, как-то ответить на мои ролики, я с них рофлю. Потому что нету ничего смешнее, чем смотреть какие-то ролики на себя. Когда ты понимаешь, что ты прав, когда ты понимаешь, что ты постоянно говорил правду, и даже если ты где-то соврал, где-то ты сказал неправду, ты можешь извиниться перед людьми. И всё очень смешно смотреть на то, как они такие, типа, ну человек, ну он просто, ну долбоёб. Ну просто долбоёб, блять. Это настолько смешно, это невозможно, блять. Вот, и Вентура после рофлов, он, блять, отписался от меня и сделал очень смешную зарисовку. Это единственное, что мне понравилось в контенте Вентуры. Блять, больше не было ничего смешного или интересного у Вентуры. То есть полнейшее говно, откровенный кал. То есть я не знаю, кто может смотреть Вентуру на полном серьёзе. В 2018 году я не понимал, кто его может смотреть. Ведь в 2019 я точно так же не понимаю, кто может на полном серьёзе смотреть Вентуру. Ну, для меня это остаётся какой-то загадкой, каким-то, блять, тихим омутом и так далее. Ну потому что, ну это реально невозможно. Дейнер. Вот с Дейнером получилось всё намного смешнее. Не так давно на втором канале, вот на этом, на котором вы сейчас смотрите данный видеоролик, у меня вышел ролик про лицемерных GTA-самп-ютуберов, которые вот решили, так сказать, защитить Югенсона, сказать «Братан, блин, да как же я тебя понимаю! Вот это вот, блять, Делорензи, какой же он хуесос, господи, какой же он пидорас, пиздец! То есть мы придумали идею первыми, а ты, то есть, а вот зрители, они делают вот так, господи! Как же на это было стыдно смотреть! И вы знаете, после того, как я сказал про то, что Дейнер, ну, ну я не помню, как я сказал, я даже в этом ролике могу сказать, Дейнер откровенный хуесос, который, блять, просто он смотрел ролики, он говорил «Блин, неплохие такие ролики, мне нравятся, прям интересно!» Или что-то наподобие того, господи! Вот он смотрел самп-обзоры, он их комментировал, я даже если вот будет мне не лень, я вот прикреплю комментарии куда-то сюда, если он их не удалил, вот. Также оставлю, наверное, ссылки на самп-обзоры, под которыми есть его комментарии, если у меня будет не лень. А тут мне стоило про него вот что-то сказать, вот какую-то одну фразу, блять, в 10-минутном ролике мне стоило про него сказать, и он от меня отписался. Серьезно, то есть, блять, блять, несколько месяцев ты можешь смотреть одного и того же человека, и тут он сказал про тебя какую-то фразу, то есть соглашаться с ним, говорить «Блин, вот по поводу Луняши, по поводу Тофика, Дипсайза и так далее, ты прав?» А тут ты сказал про меня «Блин, вот это ты хуесос, вот это ты не прав!» Насколько же одностороннее мышление, блять, у людей, хотя самперы-то отнюдь не люди. Господи, блять, это абсолютно невозможно. Нет бы со мной поговорить, нет бы мне написать в ЛС там или ещё где-то, обсудить это. Нет, я молча от тебя отпишусь. До этого мне нравился твой контент, но тут ты сказал что-то про меня, и всё. Мне твой контент абсолютно не нравится. Ты полнейший хуесос, умри! То есть, ну, я абсолютно... Самперы, самперы, как у вас работает мозг? Я просто не понимаю. Я, блять, ко всем людям практически, вот, кроме большинства самперов, я к ним отношусь вполне нормально, вполне критически адекватно. То есть, опять же, объективности не существует как таковой. Я не могу быть объективен в своих суждениях. Суждения — это уже что-то не объективное, это что-то субъективное. Просто к моим субъективным суждениям прислушиваются люди. И я не боюсь говорить правду. Я не боюсь называть вас теми, кем вы являетесь, лицемерные мрази, блять, и хуесосы. Я этого абсолютно не боюсь. Я честный человек. Мне похуй. Да не, мне похуй, что вы обо мне подумаете. Потому что, блять, ваш дизреспект — это лучшее, что я могу получить. Мне нахуй не нужен ваш вот этот вот респект в кругу, вот в вашем вот этом змеином клубке, блять. Он мне нахуй не нужен. Вот ваш дизреспект, когда вы всей толпой меня ненавидите, говорите, Дан Семен, какой же он смешной, блять, какой же он дебил. Делает свои вот эти разоблачения, блять, а у него просмотров мало. Да, блять, лучше умереть ебучим ноунеймом, чем прославиться, блять, и стать снимать, и начать снимать. Прошел все челленджи Мараса Шакура за 5 минут. Попробовал выполнить челленджи Фантабаса, блять, Фантапаса, блять. Да мне похуй, как его зовут. Вот этого Фанта Ванамаса, в общем, за, блять, 3 минуты. Это полнейшее, это полнейшее говно. Как, блять, самим не стыдно вот такую хуйню просто делать, лицемерную, абсолютно, блять, не смешную, второсортную, третьесортную, блять, говно. Абсолютное говно неинтересное, блять, интересное только каким-то детям. Но руфл в том, что дети рано или поздно повзрослеют и перестанут вас смотреть. И что вы будете делать тогда? Что будет делать какой-нибудь Зак, Делорензи, Хьюго Ромеро, блять, Данте и остальные? Мне остается только гадать. При том, что у меня уже даже сейчас аудитория более-менее взрослая и адекватная. А детей я сам от себя отсеиваю своими суждениями, своими словами. И мне похуй, мне абсолютно похуй, что вы про меня подумаете. Потому что всё, что вы про меня думаете, это абсолютное говно пережёванное мысли, блять, других людей, а в частности Брулёва. Самые отбитые овощи из вашего змеиного клубка, блять, они доверяют фразам вот этого ебучего ебаната, блять. Потому что сами не могут ничего сказать, потому что ни, блять, ни с какой стороны нельзя ко мне придраться. Если я хочу разъебать, я нахожу пруфы, я делаю всё, что угодно, я пытаюсь объективить и так далее. Это не получается. В некоторых случаях, если я хочу разъебать, я делаю всё для разъёба. А если я хочу порофлить, я делаю всё для того, чтобы убить вот этот вот образ, который мне создают ебучие зрители, в том числе и ваши. Идите нахуй, GTA-самп-ютуберы. Вы абсолютный, блять, зашквар. Абсолютный дизреспект, блять, от меня. От адекватного, здравомыслящего человека с критическим мышлением. Живите дальше в своём змеином, блять, клубке. Поддерживайте Владислава Павлова, когда ему удаляют канал. И всё, блять, бодибэк.